Танки Хроники Валькири Дельвейс, который является последней машиной из списка Хроник Валькири, на которые я делаю обзоры. И таким образом, плейлист в отношении Хроник Валькири будет полностью заполнен, точно так же, как я в свое время сделал полностью заполненный плейлист на танки из серии Girls and Panzer, а именно из 2 Правда и другие машины из этой серии. Если вам интересны подобные видео, если вы не только за то, чтобы вовремя получать новости, заценивать ивенты, заценивать машины и любые другие товары, которые появляются в магазине и делать это все максимально честно и открыто, то подписывайтесь на канал прямо сейчас. Потому что я снимаю не только по новостям, не только по ивентам и не только провожу стримы с раздачей всякого рода халяв. Я еще и делаю обзоры на все машины, которые есть в нашей игре и моя цель, одна из, это создать электронную библиотеку, в которой будут абсолютно честные обзоры на все машины, без исключения, которые есть в нашей игре. Что касается Эдельвейса. Эдельвейс машина классная, машина интересная, но все-таки очень сильно отличающаяся по геймплею от своего конкурента, если его можно так назвать, от Хайфена. Хайфен более забронирован, Эдельвейс менее забронирован, но при этом все имеет немножко другие формы по корпусу, но и немножечко другие ощущения приносит непосредственно в бою. На данном аккаунте, это свежий мой пресс-аккаунт, предыдущий мне пришлось сдать, выдали новый, я на данной машине еще не играл, поэтому вместе с вами сейчас быстренько накидаем всего необходимого. С учетом всего установленного посмотрим на технические характеристики, ну и соответственно после этого обязательно выйдем в реальный бой, для того чтобы, во-первых, собой покрасоваться в бою, чтобы все на нас внимание пообращали, все-таки для этого машины в первую очередь созданы. Ну а во-вторых, для того чтобы понять на что действительно Эдельвейс способен и способен ли он в принципе на что-то, именно как машина в игре, а не просто красота в ангаре и предмет коллекционирования. Что касается орудия, орудия очень сильно похожи на орудия хайфена, да, есть там определенного рода отличия, но они крайне незначительны. Следующими отличиями являются время перезарядки, которое дольше чем у хайфена, но при этом всем у нас уровень урона за выстрел выше 225 единиц, у хайфена 190. Что касается бронепробития, 150, 210 и минус 8 угол склонения орудия вниз, что лучше нежели у хайфена. Что касается времени сведения и разброса, цифры очень похожи с хайфеном и в то же время играются практически точно так же. То есть какой там существенной разницы я лично не ощущаю, когда играю на данной машине, особенно если поиграл на хайфене и ради интереса потом поиграл на Эдельвейсе. Что касается брони, вот по броне, то что я говорил, у нашего героя Эдельвейса броня похуже будет. Ну вот вам бронирование Эдельвейса, а вот вам бронирование хайфена. Ну как вы видите, разница, так сказать, налицо. Здесь уже появляется страдальческий нижний бронелист, здесь появляется менее забронированный верхний бронелист, у которого очень плавающая приведенка. Причем она так интересно плавает, что она начинает плыть от самого худшего, понятное дело, к лучшему и имеет крайне странную форму. Ну, скорее всего, для того, чтобы механик, когда вылазит, мог на жопе так вполне спокойно съехать, как по горке вниз. Что касается башни. Башня вроде бы не сильно хорошо забронирована, но она имеет такую интересную форму, что здесь постоянно где-то какая-то преломленная броня, и вот как раз приведенка довольно неплохо спасает. Но это, знаете, такое себе дохлому припарки, потому что когда на тебя выезжает вот такая вот большая серая морда, то башня тебя уже интересует меньше всего. У Хайфана история немножко другая. Здесь есть броня, здесь есть крутой передний-нижний-верхний бронелист, я не знаю, как это назвать, серьезно. Ну, короче, вот эта вот перекатистая передняя часть, которая очень круто забронирована, и когда он на тебя выезжает, еще и делает вот так вот, то все вот эти вот углы, они постоянно меняются красно-серый, красно-серый. Короче говоря, выцелить довольно-таки сложновато. Что касается сравнения данных машин, то сравнительную таблицу возьмем ту, которую брали на Хайфана, и вот так вот сравним. По ДПМ у Эдельвейс уступает, но у него на 5 мм лучше пробитие, ну, я бы сказал, существенно на 35 единиц выше альфа, при этом не существенно выше время перезарядки, грубо говоря, 1 секунда. И калибр, ну, я не знаю, насколько это прям принципиально, выше на 8 мм, не знаю, действительно ли это там на что-то влияет, я лично не совсем понимаю вот этой разницы, ну, есть да и есть. Скорость полета снарядом похуже у Эдельвейса, на Хайфане вы практически спокойно отыгрываете на дальних расстояниях, на Эдельвейсе придется давать, ну, я бы сказал, не сильно существенное, но все-таки упреждение выстрела для того, чтобы попасть в своего соперника. По скорости, по маневренности машины очень похожи между собой и особой разницы не ощущаешь, но все-таки да, там вот повороты вправо-влево по маневренности, когда ты едешь именно на ходу, есть немножечко, но это сугубо по ощущениям. Если вы не имеете возможности сравнить Хайфана и Эдельвейса, покатав и на том, и на другом, поочередно меняя машины, то, соответственно, разницы вы тоже не прочувствуете. Ну и что касается процентов по победам, то точно так же, как в видео про Хайфане, озвучиваю мнение по поводу того, что разница в процентах между ними связана всего лишь с тем, что здесь играло 4 игрока, здесь 7 и, возможно, вот этим 4 просто немножечко меньше повезло. И вот на 4 игроках на несущественном количестве боев можно смело говорить о том, что вот этот вот процент, он не является прям каким-то показателем. В целом машина вполне себе даже играбельная, как Эдельвейс, так и Хайфа. Мне лично нравится, но в то же время, к сожалению, не имею возможности данные тачки себе приобрести, потому что данные машины продаются за реальные деньги, за голду я их ни разу не встречал. Хотя мне как-то писали, что действительно в свое время они один разок выходили за золотом. Не знаю, как я мог это пропустить, потому что за голду я бы однозначно купил себе хоть все эти машины. Ну что, берем Эдельвейса и поехали покрасуемся. Ну что, поехали. Что касается подвижности. Ну, как я и говорил, что Хайфен, что Эдельвейс чувствуется, ну, практически одинаково. На Эдельвейсе, на удивление, кажется, скорее всего, больше, что вправо-влево поворачивается на ходу, он, ну, как-то чуть-чуть приторможенней, нежели Хайфен. Но, повторюсь еще раз, возможно, это исключительно, знаете, такое вот прям совсем придирчивое сравнение. И я сейчас притягиваю данный вопрос исключительно даже не так за уши, нежели за ноздри. А что касается бронирования, то, да, действительно, по бронированию ты, ну, прям чувствуешь разницу. На Хайфене играется как-то, я бы сказал, более, как это правильно говорится, фривольно, да. То есть, когда ты позволяешь себе гораздо больше, то есть ты позволяешь себе наглеть, ты позволяешь себе, там, лететь вместе со всеми. На Эдельвейсе порой приходится немножко посейвиться, немножечко кого-нибудь пропустить вперед перед собой. Но при этом всем удовлетворение от игры, оно абсолютно не ухудшается. Ты все равно продолжаешь чувствовать себя довольно-таки комфортно в бою. Ну, а самое главное, получать удовлетворение от этого процесса. В конце концов, мне кажется, что в первую очередь машины необходимо себе покупать не за то, насколько они результативные или сколько серебра они приносят, а вот как раз покупать их для того, чтобы ощущать, ощущать удовлетворение от игрового процесса. И тогда вы не сделали ошибки и взяли действительно то, что вам надо. Потому что игра, в первую очередь, это ради удовольствия, ну, а уже потом ради, не знаю, там, заработков искусственной игровой валюты. Здесь меня сейчас, понятное дело, разберут. Я навряд ли успею уйти от Е25-ки, потому что крайне скорострельная машина. Но в любом случае, что-то полезное в бою я сделал. В частности, я сделал два фрага, что лично считаю неплохим результатом. Пускай даже, да, не совсем честных, и плюс мне не повезло, я не добрал все-таки, как ни крути, с первого раза СУ-100У вражескую. Но бой сложился так, как он сложился. В своих видео я ничего никогда не вырезаю, показываю все исключительно таким, какое оно есть на самом деле, ни от кого ничего не скрывая. И если вам подходит такая честность, и вы хотите видеть не только свежие новости, и не только обзоры ивентов, которые появляются в игре, или товаров в магазине, а еще и хотите видеть обзоры на какие-нибудь очень редкие машины, ну, или какие-нибудь просто фановые видео, открытие контейнеров и подобное, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я очень ценю каждого из вас, кто подписался, кто смотрит мои видео, и благодарен вам за поддержку в развитии канала таким образом. 1166 единиц нанесенного урона. Это не фармер, эти машины покупаются исключительно ради морального удовлетворения, в первую очередь. Ну, а что касается моей результативности по команде, то я занимаю первое место. Я бы не сказал, что с существенным отрывом от игрока, который занял второе место в нашей команде на объекте 244, но с существенным отрывом от всей остальной команды. И, в принципе, Дельвей сыграется, как я уже говорил, довольно-таки неплохо. Приятная машина, на ней получаешь удовлетворение в боях, ну, а самое главное, ты чувствуешь себя, ну, не знаю, уникальным, что ли. Берем Дельвейса еще раз, потому что хотелось бы все-таки сделать немножечко побольше, а он на это способен. Ну, и поехали еще разок. Ну что, поехали. Сейчас посмотрим, кто куда, кто в лес, кто под дрова. Вся команда решила ехать в город, но оставаться самостоятельно здесь, на открытом пространстве, встречая хотя бы нескольких даже врагов, как-то не сильно хотелось бы. Поэтому давайте составим компанию нашей команде. Уж, если все определились, то, как говорится, почему бы и нет. Такс, поехали. Ну, давай еще чуть-чуть вперед прокатился бы, и я бы его выцелил. Ехать на Дельвейсе куда-нибудь вперед стоит только лишь в том случае, ребят, если вы едете с поддержкой ваших союзников, причем куда-нибудь против СТ-шек и ЛТ-шек, тогда да, тогда вопросов нет. А вот что касается фланга тяжей, то все-таки на данной машине не стоит особо сильно рисковать и куда-то прям выпячиваться, потому что от этого толку никакого не будет. Сейчас немножечко психанул, раньше выстрелил, нежели свелся. Ну, вот так как-то получше будет. Точность у орудия классная. Время сведения крайне комфортное и приятное. Что касается его возможности накидывать урон, то эта возможность есть, и несмотря на то, что время по перезарядке здесь немножечко выше, нежели у Хайфона, но в целом играется, я бы сказал, практически точно так же. То есть ты не ощущаешь прям какой-то принципиальной разницы. Да, есть эта одна условная секунда ко времени КД, но поверьте мне, эта секунда абсолютно незаметна. Сейчас попытаюсь отсветиться. Ну и после этого, наверное, вот с Хелсингом сейчас поедем вместе. В принципе, за одну тычку навряд ли меня кто-то заберет. Вот. Хотя, кто его знает, где кто находится? Третья ПТХа... Ну как третья? Вторая ПТХа, а именно третий соперник, неизвестно где находится. По крайней мере, я его по карте не видел, может не обратил внимания. Такое тоже возможно, но мне не хотелось бы с ним встречаться однозначно. Потому что у меня запаса-то не так уж и много. Если он полностью фуловый, то навряд ли моего ДПМа будет достаточно для того, чтобы его разобрать. Так. Вот он, красавец, стоит. Прячется. Ну, в принципе, можно его понять. Отправляем товарища в ангар отдыхать. Захватываем точку. Ну и попытаемся как-то незаметно подкрасться к ПТшке. Если это, конечно, возможно. Но, в конце концов, его сейчас добротно поотвлекают союзники, которые сейчас ему заходят в корму. Ну и, соответственно, будем заценивать результаты уже победного боя. Так, спускается вниз. Наш бедняга оставшийся. Ну, молодец, не сдается, это уже приятно. Ух, какой я быстрый. Прям совсем-совсем. Угол склонения, кстати, ребят, очень приятный. И точно так же, как в хайфене, действительно способствует тому, чтобы наносить урон, даже вот в таких вот каких-то игровых ситуациях, когда соперник находится где-то внизу, вы наверху, то, я бы сказал, не то чтобы с легкостью, но гораздо проще выцеливать в таком случае соперника. Даже не обязательно спускаться прям полностью вниз. Блин, как не вовремя. Ладно, давайте добавим адреналину в нашу жизнь. Ну и, в принципе, я думаю, мы сейчас этого товарища успеем забрать. Есть. Итого, ребят, на нашем счету 3 фрага и буря. Просто неимоверная буря позитивных эмоций и, не знаю, вот прямо аж внутри все клокочет и всего трясет от того мегафана, который ты получаешь, играя на вот таких вот уникальных машинах. Я хотел бы заранее, да, там, забегая наперед, сразу озвучить. Меня никто не покупал. Машины не планируются к продаже в ближайшее время. Я не рекламирую и не агитирую покупать данные машины. Я просто озвучиваю вам свои впечатления от тех танков, которые очень редко можно встретить в рандомных боях и говорю свое субъективное мнение о них. Как вы видите, Эдельвейс, пускай и не занимает лидирующие места по количеству нанесенного урона, хотя во многих боях он на это способен. Но если вы хотите ощутить всю прелесть подобных танков, то вам необходимо сразу выбрасывать из своей головы такие предпочтения и такие пункты для подбора танков, как средний урон, процент по победам, количество серебра, которое вы вывозите за бой. Все вот это вот вам необходимо, как я уже сказал, выбросить и оценивать исключительно сам игровой процесс и те эмоции, которые вам подобные танки приносят. Если эти машины приносят вам позитивные эмоции, то они уже стоят того, чтобы их себе заиметь. Все остальное по типу статистики, серебра и подобных вещей это все абсолютно не про подобные танки в нашей игре. Великолепный танк, такой же, как и все остальные из Хроник Валькирии. Каждый из них мне нравится по-своему. И, наверное, в этом изюминка коллекции танков Хроники Валькирии, а именно в том, что нет машины хуже или лучше. Есть просто машина, которая обладает какой-то своей уникальностью. И именно в комплексе все эти машины дают полное ощущение, что такое Хроники Валькирии в нашей с вами игре. Я побежал снимать следующее видео специально для вас и буду вам очень благодарен, если вы уже подписались на канал или сделаете это прямо сейчас. Поставите лайк данному видео и напишите свое мнение по поводу увиденного. Только, пожалуйста, не бросайтесь помидорами и помните о том, что я тоже человек и хамство воспринимаю не очень позитивно. Спасибо вам большое, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.